итак еще раз доброе утро мы с вами в прошлый раз немножко обсудили примеры конечных простых групп в частности да давайте я для того чтобы показать что не только конечные простые группы бывают покажу еще одну бесконечную простую группу и опять же таки скажу немножко сторону еще одна известная нам группа группа с о 3 а что это такое вот ортогональная группа это о 3 правильно группа всех ортогональных преобразований трехмерного пространства а с о 3 это подгруппа всех ортогональных матриц с определителем 1 вот эта группа проста но давайте прежде чем доказывать все таки вот немножко поговорим о том что такое группа с о 3 с о 3 у нас всегда над r правильно это же ортогональное преобразование они бывают еще раз вот для этого я и говорю это замечание давайте мы вспомним кто это такое это группа ортогональных матриц ортогональные матрицы у нас всегда над r на самом деле бывают и не над r но вот мы у нас для для нас всегда мы работали над r и когда здесь не написано ничего то это над r и есть бывают аналоги этой группы над другими полями но они называются по-другому у нас сейчас группа ортогональных матриц 3 на 3 с определителем 1 в принципе ортогональные матрицы могут иметь определитель плюс минус 1 вот это все ортогональные матрицы образуют группу о 3 а а здесь у нас это ортогональная матрица с определителем 1 ну или по-другому сказать группа всех ортогональных преобразований трехмерного евклидового пространства пока я написал что такое о 3 а чтобы сказать про s o 3 мне нужно сказать сохраняющих ориентацию я сразу напомню что у нас любое любая ортогональная матрица ну и любое ортогональное преобразование путем выбора соответствующего базиса путем выбора орта нормированного базиса приводилось к каноническому виду да если а лежит в s o 3 то существует такая матрица перехода корта нормированному базису а значит она тоже лежит в о 3 ну и мы можем путем замены одного вектора в базисе сказать что она в с о 3 такая что с минус 1 на а на с имеет канонический вид напоминаю какой вид у нас канонический каноническом виде у нас по диагонали был этот канонический вид был блочный диагональным и там по диагонали стояли блоки из единиц минус единиц и матриц 2 на 2 матриц вращения правильно значит я сразу хочу сказать что если есть на диагонали 2 единицы или 2 минус единицы то это тоже матрица вращения просто на угол если две единицы то 0 а если на угол а если 2 минус единицы то на пи правильно поэтому в любом случае мы можем сказать что здесь стоит блок косинус альфа синус альфа минус синус альфа косинус альфа 2 одинаковых два одинаковых 2 единицы или минус единицы у нас найдется если у нас там 3 плюс минус единицы а поскольку наша матрица из со 3 определитель вот этой вот под матрицы равен единице то вот здесь вот дополнительный элемент будет именно что единицей то есть любая матрица из со 3 приводится вот какому виду ну по сути дела замена и базиса а и это матрица вращения вот здесь у нас есть собственный вектор и вокруг него собственно говоря и происходит вращение правильно поэтому каждый элемент в со 3 это на самом деле вращение вокруг некоторой оси на некоторый угол альфа поэтому со 3 еще называют группой вращений ну опять же таки трехмерного евклидово пространство все элементы со 3 если мы их будем рассматривать как ортогональное преобразование трехмерного евклидово пространство все они являются вращения ну и вот давайте мы сейчас будем понимать что происходит как устроена эта группа почему она проста доказательства пусть h это некоторая нормальная подгруппа в со 3 причем h состоит не только из единичного элемента мы хотим доказать что тогда она будет группой всех преобразований всех вращений нашего трехмерного пространства правильно сразу заметим что вместе с каким-то вращением h содержит все его сопряженные а сопряжение у нас в группе осу 3 это замена базиса правильно то есть вот вместе с одной матрицей такого вида у нас будет матрица такого вида во всех других базисах правильно по сути дела мы говорим что вместе с любым вращением переводя на язык ортогональных преобразований евклидово пространство вместе с любым вращением у нас в этой группе будут все вращения на тот же самый угол вокруг других осей то есть все вращение на тот же угол ну по сути дела если у меня было вращение на какой-то угол вокруг некоторого вектора у мы с вами знаем что есть ортогональное преобразование которое его переводит в любой другой единичный вектор в и если мы сопряжем вот этим вот самым преобразованием то у нас получится вращение вокруг вектора в тот же самый угол а то есть в классе сопряженности в са 3 выглядит вот таким вот замечательным образом ну а теперь давайте смотреть пусть в h есть некоторый элемент g это вращение на угол альфа вот давайте я ради примера нарисую так вращение на угол альфа вокруг некоторого некоторого единичного вектора у вот у нас этот самый давайте мы его даже может быть для ясности обозначим ниже а же у а вот альфа у нас будет зафиксирован то есть вот у нас есть вектор у и вокруг него g вращает на угол альфа тогда мы с вами сказали что для любого вектора в в h содержится также вращение вокруг вектора в давайте мы рассмотрим такой новый элемент h от в это g в g в минус 1 у нас фиксирован а в меня значит при каждом векторе в вот это вот h от в это есть поворот на какой-то угол правильно тогда h от в это поворот на некоторый угол ну давайте вот я его обозначу фетвы а при этом если я подставлю в качестве в вектор у у то что у нас получится да ладно я же тут в минус 1 пишу фи от у вот этот угол если я подставлю в качестве вектор у это будет ноль ну и понятно что если я возьму какой-то другой вектор в в скажем не коллинеарный у фи от у то у нас нуля естественно не получится у нас не будет тождественного преобразования да фи от в не равно нулю при в не коллинеарном у и наконец а давайте я замечу что фи от в это непрерывная функция вектора в кроме того фи от в непрерывно зависит от в давайте я объясню это почему это так вот если мы интерпретируем h от в как матрицу 3 на 3 она то уж точно будет непрерывно зависеть от в правильно h от в вот элементы этой матрицы h от в непрерывно зависят от в в коэффициенты его характеристического многочлена будут непрерывно зависеть от в ну а мы с вами знаем у нас в прошлом семестре даже такая задача была в задании что ну по сути дела по характеристическому многочлену мы угол фи от в восстанавливаем правильно хотя бы в терминах следа нашей матрицы да косинус фи равный косинус фи от в это не что иное как ну вот след нашей матрицы это 1 плюс 2 косинуса фи от в правильно значит это след нашей матрицы минус 1 и он тоже непрерывно зависит от в ну значит и угол зависит от в непрерывно видите что у нас получилось у нас получилось что этот вот фи от у принимает какие-то значения иногда он ноль а чаще всего он не ноль он непрерывен это означает ну просто по теореме о промежуточном значении что фи от в принимает все значения в некотором интервале ну даже отрезки я могу сказать от нуля до епсилом при некотором епсилом больше нуля ну что это означает это означает что в нашей группе h вот все вот эти элементы они же лежат в h правильно в нашей подгруппе h есть вращение на любой угол от нуля до епсилом ну значит беря их композиции мы можем ну понятное дело что раз есть такие вращения значит каждый из таких вращений есть вокруг любой оси это мы с вами уже говорили правильно давайте мы добавим вокруг любых осей ну теперь беря эти вращения ну то есть применяя два таких вращения мы уже получим любое вращение на угол от нуля до 2 епсилом правильно 3 на угол от нуля до 3 епсилом и так далее то есть значит в h есть и все вращения ну то есть h совпадает как раз с со3 все вращения и образуют группу со3 вот вот такой вот пример бесконечный уже простой группы у нас есть ну и давайте я закончу замечание естественно эта теорема тоже обобщается ну вот давайте я скажу как она обобщается аналогично SO2n плюс 1 при нечетных проста при n начиная с единицы SO1 слишком просто устроена она тривиаль вот что будет при четном n почему при четном n это не так я кстати кому то сказал что так значит в группе SO2n ну группа SO2 абелева и потому непроста в SO2n при н при н большем единице она все равно не проста потому что в ней есть центр есть нетривиальный центр SO2n он состоит правда всего из двух элементов это тождественное преобразование и минус тождественное преобразование в четном случае минус тождественное преобразование тоже определителя 1 то есть тоже лежит в SO2n в нечетном случае оно уже меняет ориентацию правильно поэтому она не проста естественно центр у нас нормален в SO2n значит а вот группа SO2n факторизованная по своему центру уже проста а внимание при n больше если SO4 даже факторизовать по центру все равно она будет непростой там еще есть удивительная нетривиальная нормальная подгруппы но о ней я сейчас уже не буду говорить а то это будет долго вот естественно это не единственный пример бесконечной простой группы их есть еще очень много но вот мы с вами увидели примеры простых групп как бы как минимум совсем разной природы ну вот я еще раз повторю что даже конечные простые группы хоть они и полностью охарактеризованы все равно образуют какое-то очень огромное множество разных групп я кстати в прошлый раз кажется забыл дать одно а нет я дал его да я дал упражнение тогда сейчас не буду в таком случае наверное разговор о простых группах у нас завершен и мы переходим к следующему разделу нашей теории тоже очень важному значит образующие и определяющие соотношения это тоже важный элемент идеологии на самом деле теории групп а точнее не только в теории групп а и в теории других алгебраических структур это тоже играет большую роль вот этого теория мы с вами и разберем ну вот начало ее на примере теории групп ну вот на самом деле много из того что мы сейчас делаем переносится и на другие алгебраические структуры то есть ну вот на структуры с какими-то операциями и какими-то известными тождествами между этими операциями в чем состоит идеология в чем состоит то чего мы хотим добиться вот представьте себе что у нас есть группа порожденная несколькими образующими g1 g2 и так далее gк если у нас есть две группы с таким количеством образующих не факт что они изоморфны они могут быть совсем разными правильно почему они могут быть разными потому что между этими образующими есть некоторое соотношение например если вы возьмете какую-нибудь абелеву группу то все ее образующие будут коммутировать друг с другом xy равно игрок x для любых двух таких образующих правильно могут встречаться и другие соотношения между ними гораздо более сложные и вот мы сейчас собираемся понять что это каким образом группу можно вот подобными данными задать то есть что это означает сказать что такое группа порожденная несколькими элементами g1 и так далее gк на которые еще наложены некоторые соотношения ну вот например если мы хотим сказать что это абелева группа то мы накладываем соотношение что g это g ж это ну что коммутатор по сути дела этих элементов равен е правильно вот общая идеология которую мы сейчас будем постепенно усваивать мы хотим сделать вот это но для начала нам нужно разобраться что означает что в группе соотношений нету как взять группу порожденную несколькими элементами между которыми соотношений нет вообще никаких нетривиальных соотношений между ними нет и такая группа называется свободной группы итак я даю определение пока что формальное но мы сейчас с ним разберемся почему оно означает именно то что я сказал итак свободная группа с n свободными образующими образующими слово свободные иногда вот здесь вот опускается но все равно имеется ввиду именно они это вот что такое это группа обычно она обозначается fn порожденная n образующими это и есть свободное образующее такая что она удовлетворяет следующему универсальному свойству свойство такое какую бы я взял какую бы я не взял группу для любой группы g и для любых элементов g1 и так далее gn из g различных совпадающих не важно существует существует гомоморфизм из fn в g такой что он эти f и т переводит g и т если группа порожденная n элементами f1 и так далее fn обладает вот таким вот универсальным свойством то она называется свободной группой а вот эти вот элементы называются ее свободными образующими что это значит вот давайте мы разберемся почему я сказал ровно вот это глядите у нас есть в группе fn некоторые элементы f1 и так далее fn в группе g есть какие-то элементы g1 и так далее g и вот эти вот f мы умеем гомоморфно отображать на g правильно умеем придумывать гомоморфизм который эти f переводят в именно эти g если в группе g есть какое-то соотношение между этими элементами если мы можем написать там произведение какое-нибудь g1 g2 g3 g1 в минус 1 нет извините если в группе fn у нас есть какое-то соотношение наоборот между вот этими элементами f1 и так далее fn если мы можем написать какое-то выражение от них которое в этой группе равно е то его образ тоже будет равен е правильно если мы буквы f заменим на g то его образ тоже будет равен е то есть это же соотношение выполняется в любой группе для любых элементов g1 и так далее же то есть как бы на элементы f1 и так далее fn у нас должно быть так мало возможных соотношений так мало соотношений как только возможно это вот говорит нам существование такого гомоморфизма то есть действительно эта группа с минимальным набором соотношений по сути дела без соотношений все которые существуют вытекают просто из аксиом группы вот так вот можно эту группу воспринимать ну естественно вот из этого определения в принципе не следует что такая группа вообще есть и поэтому первым делом мы с вами сегодня ее построим ну давайте я сделаю сначала пару замечаний может быть даже не пару а побольше замечание первое ну естественно такой фи как у нас здесь написано единственным глядите мы вот если такой гомоморфизм вообще существует да мы его задаем мы говорим какие образы будут у порождающих элементов группы fn то есть по сути дела на каждом элементе группы fn мы его задали уже однозначно правильно если такой гомоморфизм уж есть то он единственен и вот значит группа свободная группа выделяется тем что такой гомоморфизм уже есть и второе замечание которое показывает как бы силу этой свободной группы если в нашем определении мы возьмем не просто элементы в группе g а порождающие элементы группы g если группа g порождена вот этими вот g1 и так далее г то этот фи будет переводить группу fn во всю группу g правильно в g1 и так далее gn что-то перейдет а значит и во всю подгруппу порожденные ими в каждый ее элемент перейдет то образ фи это будет g ну а значит он будет изоморфен фактор группе fn по ядру фи то есть что такое свободная группа с n образующими ее фактор группы с точностью до изоморфизма это все n порожденные группы вообще любая группа порожденная n элементами является изоморфной ее фактор группы вот настолько вот мощной должна быть свободная группа ну и вот давайте мы с вами теперь такую группу построим докажем что она есть а я забыл сказать замечание 3 значит мы с вами дали это определение для конечного набора образующих просто ну вот для простоты изложения естественно такое же определение можно дать и для бесконечного набора образующих для набора образующих любой мощности и построение будет аналогичным такая свободная группа все равно будет существовать она строится так же аналогичное определение ну и построение которое у нас сейчас будет дается дается и для набора образующих любой мощности ну вот теперь давайте построим нашу свободную группу докажем что она существует ну а потом и что она единственная как мы построим эту группу ну если у нас группа порождена элементами f1 и так далее fn то в любом случае все ее элементы выражаются через f1 и так далее fn и обратные к ним правильно ну вот в этом и состоит идеология построения давайте мы скажем что у нас есть алфавит обозначим его через x он будет состоять из 2n букв буквы будут f1 и так далее fn ну вот это просто какие-то символы да и обратные к ним вот такие вот 2n символов мы будем использовать да и будем говорить что слово в алфавите x ну то есть просто последовательность букв этого алфавита конечная да мы рассматриваем конечные слова называются несократимым если оно не содержит под слов то есть под слов в смысле вот именно идущих подряд двух букв под слов под слов f и т f и т в минус 1 или и f и т в минус 1 f и т естественно мы можем мы можем выражать элементы группы порожденной вот этими товарищами и с помощью вот таких вот слов но если мы в нашем выражении вот такой фрагмент встретился мы его можем сократить правильно вот поэтому мы говорим что несократимое слово это слово в котором таких подряд идущих букв у нас нету давайте я сразу сделаю замечание из любого слова в алфавите x можно получить незакратимое ну понятное дело сокращениями таких фрагментов хотя бы одно незакратимое мы можем получить просто если есть такой фрагмент и мы его сокращаем и движемся дальше правильно так вот давайте мы теперь положим множество элементов нашей группы это множество всех несократимых слов обратите пожалуйста внимание что одно из слов у нас естественно пустое из нуля букв правильно и оно естественно тоже несократимое и определим операцию следующим образом если у нас есть два несократимых слова то как вы думаете что такое будет их произведение правильно после того как мы их припишем друг другу у нас могут возникнуть пара противоположных символов пара взаимно обратных символов где они могут возникнуть только на стыке этих слов правильно так вот давайте мы на стыке этих слов противоположные символы только там они могут появиться сократим да значит вот я нарисую черту да черту черта обозначает сокращение ну вот под слов вида а а в минус первой на стыке обратите обратите пожалуйста внимание что таких сокращений может быть в принципе и много мы первую пару взаимно обратных символов сократили у нас может возникнуть снова новая пара взаимно обратных правильно нам ее тоже нужно сокращать и так далее но в любом случае поскольку позиция в которой появляются вот эти вот взаимно обратные символы только одна на стыке наших слов то понятное дело что вот такое сокращение однозначно определено мы рано или поздно придем к несократимому слову я здесь хочу обратить внимание что из любого слова мы можем получить несократимое правильно такими сокращениями но мы пока не знаем что такое в принципе это можно делать разными способами и в принципе не совсем очевидно что мы всегда будем получать одно и то же не сократимое слово в конце И вот это вопрос, на который мы на самом деле скоро ответим. Я утверждаю, что то, что мы построили, это и есть свободная группа. Но давайте мы это докажем после перерыва. Давайте мы вот что сделаем. Давайте я вот это универсальное свойство оставлю. Нам его скоро проверять надо будет. Пока стирать не буду. Итак, ну вот я утверждаю, давайте я даже скажу теорема, что полученный объект, множество наших незакратимых слов нашим произведением, это свободная группа. Со свободными образующими, естественно, f1 и так далее. И первым делом нам нужно проверить, что это группа. Давайте мы докажем, что это группа. Здесь есть один нетривиальный момент на самом деле. И давайте я поэтому начну с тривиальных. Давайте я начну с пунктов b и v, а потом скажу пункт a. Пункт b, нейтральный элемент. Кто у нас будет нейтральным элементом в такой группе, определенной подобным образом? Пустое слово, конечно. Пустое слово. Как вы его уже привыкли наверняка обозначать? Эпсилон? Значит, будет эпсилон. Пункт b. Обратный элемент тоже вычисляется тривиально. Если у нас есть несократимое слово, а и т это буквы нашего алфавита, то, естественно, w в минус первой это ak-t в минус первой, ak-1 в минус первой и так далее, а1 в минус первой. Ну, естественно, если мы одно из этих слов припишем к другому, ну, понятный... Так, давайте я сначала скажу, что такое ak-2 в минус первый. Понятное дело, если какая-то буква это fit, то она в минус первой, это fit в минус первой. Если какая-то буква это fit в минус первой, то обратная к ней, это, конечно же, просто fit. Правильно? И понятно, что если мы припишем одно из слов к другому, то как раз полное сокращение и произойдет. Если мы сначала напишем это слово, а потом это, то сначала сократятся А первые, потом сократятся А вторые и так далее до Акатых. Именно в таком порядке, в единственном возможном. У нас каждый раз, когда мы вот это сокращение производим, у нас единственное возможное сокращение, оно происходит на стыке этих слов. Да, и в таком, и в другом порядке, ну просто в силу симметрии. И в таком, и в другом порядке у нас все получится, естественно. Ну и надо заметить еще, конечно, что вот это слово также является несократимым. Раз здесь не было запрещенных фрагментов, то здесь они тоже не появятся. Что нам осталось? Нам осталось ассоциативность, граждане. И вот ассоциативность, вот здесь некоторые труды формальные нужно провести, чтобы понять, что определенная нами операция ассоциативна. В чем тут дело? Почему нам это нужно делать? Пусть у нас есть какие-то три несократимых слова. И мы хотим проверить, что УВ на W это то же самое, что У на ВW. Почему здесь могут возникнуть какие-то проблемы? Потому что мы производим сокращения. Вот вы при этих операциях в разном порядке. Здесь сначала мы сокращаем все, что можем на стыке У и В, правильно? А затем уже сокращаем остаток с W. А здесь мы сначала сокращаем все возможное на стыке В и W, а затем сокращаем это дело с У. Ну вот это можно сделать разными способами. Давайте мы поступим, например, так. Пусть на стыке УВ, если мы будем перемножать У и В, значит сокращается слово П. Ну то есть что это значит? У это У штрих на П, а В это П в минус первый. Вот мы уже знаем, что такое слово П в минус первый, правильно? П в минус первый на В штрих. Вот когда мы У к В приписали, П с П в минус первый сократилось, а дальше сокращение уже не происходит. То есть последняя буква У штрих и первая буква В штрих не обратны друг к другу, правильно? А на стыке В на W сокращается слово Ку. То есть опять же таки В, это В уже два штриха на Ку, а В это Ку в минус первый на W штрих. Ну с теми же самыми условиями В два штриха, W штрих уже не сокращаются, правильно? То есть иначе говоря, давайте мы так скажем, что У на В это на самом деле вот просто слово У штрих, В штрих, конкратенация этих слов, правильно? А В на W это конкратенация слов В два штриха и W штрих. Ну и давайте мы разберем несколько случаев. Можно было разобрать два, но я для ясности разберу три, чтобы показать, где какие ситуации могут возникнуть. Значит, случай первый. Ну вот давайте посмотрим, как эти слова П в минус первой и Ку расположены в слове В. Вот у нас слово В. Вот у нас П в минус первой, это некоторый его префикс. Вот у нас Ку, это некоторый его суффикс. И давайте мы предположим, что между ними еще есть хотя бы один символ. В выглядит вот таким вот образом, Р не пустое слово. Ну тогда все очень просто. Тогда что у нас произойдет, когда мы будем вычислять вот это вот произведение? У нас здесь будет У штрих В штрих, это вот уже конкатенация, на дубль В. Это В штрих, это у нас кто? Это Р на Ку, правильно? У штрих Р Ку на Ку в минус первой дубль В штрих. И значит у нас здесь получится У штрих, когда мы начнем сокращать вот эти вот слова, Ку и Ку штрих, Ку и Ку в минус первой сократятся. Последняя буква Р с первой буквой W штрих уже не сократятся, правильно? Поэтому это будет У штрих Р W штрих. Вот буквально конкатенация этих слов. Ну и аналогично в другом порядке у нас произойдет ровно то же самое. У нас сначала сократятся Ку и Ку штрих, а затем сократится П, когда мы будем умножать на У. В данном случае Р прослужил достаточной прокладкой. Случай второй, когда слово В выглядит следующим образом. Вот здесь вот у нас есть префикс П в минус первой. Здесь у нас есть суффикс Ку, и они перекрываются по какому-то слову Р, где Р опять же таки не ипсю. Ну давайте мы тогда обозначим опять же таки П в минус первой это П большое на Р, Ку, это Р на Ку большое. Давайте смотреть, что у нас произойдет, когда мы будем брать произведение. У на В на W это, значит, я сначала должен перемножить У на В. У меня получится У штрих, В штрих, а В штрих, а, я даже мог не вводить эти слова, правильно? Давайте уж я их сразу туда и напишу. Кто такое Ку большое? Глядите. Значит, Ку большое это то, что осталось от нашего слова В, когда мы убрали П в минус первой, правильно? Так что Ку большое это В штрих, это Р, В штрих, а здесь у нас на самом деле В два штриха Р, правда? Вот так вот это дело происходит. Теперь, когда я умножаю У на В, у меня получается У штрих, В штрих должен умножить на W, и вот давайте мы поймем, что такое W. W это у нас Ку в минус первой на W штрих, а Ку в минус первой это В штрих в минус первой на Р в минус первой, правильно? И на W штрих. И вот значит в этих словах мы собираемся производить сокращение. Вот на этом вот стыке, правильно? Только на этом стыке у нас могут происходить сокращения. Я утверждаю, что результат у нас получится это У штрих на Р в минус первой на W штрих. Глядите, до этого места мы точно дойдем. В штрих сократится с В штрих в минус первой, правильно? А дальше уже ничего не сократится, потому что У штрих на Р в минус первой это префикс слова У. А Р в минус первой на W штрих это суффикс слова W. Они не сократимы. Значит, ни вот здесь, ни вот здесь пара противоположных символов у нас не будет рядом стоять. Правильно? А значит, и вообще им стоять негде. Опять же таки, обратите внимание, мы воспользовались тем, что Р это не пустое слово. Ну и совершенно аналогично У на В на W это тоже будет У штрих на Р в минус первой на W штрих. Ну вот, может быть, стоило бы это даже графически изобразить. Давайте я это сделаю. Вот мы собираемся сокращать, производить сокращение в слое У, В, В. У выглядит как сначала идет У штрих, а потом идет П. П это Р в минус первой и затем В два штриха в минус первой. Правильно? В у нас идет В два штриха Р и В штрих, а в В идет В штрих в минус первой, Р в минус первой и В штрих. Ну и вот здесь нетрудно проверить, что сначала у нас сокращаются вот эти вот товарищи, потом у нас сокращаются вот эти товарищи, а потом у нас остается У штрих на Р в минус первой на W штрих. И вот мы видим, что У штрих на Р в минус первой у нас тоже не сокращалось. Правильно? Ну и случай третий. Когда П в минус первой и Ку в точности стыкуются, то есть В это первый и В в минус первой и Ку, В штрих это, собственно говоря, и есть Ку, А В два штриха, это, собственно говоря, и есть П в минус первой. И вот здесь, глядите, что происходит. У на В на W это есть значит, я У штрих Ку должен взять. Давайте вот я опять же такой рисунок нарисую, да, для ясности. У у нас выглядит как У штрих П, В у нас на сей раз выглядит как П в минус первой Ку, W у нас выглядит как Ку в минус первой и W штрих. И значит, здесь мы сначала сокращаем П с П в минус первой, у нас получается У штрих Ку, а затем должны сократить это с Ку в минус первой W штрих. На Ку в минус первой у нас сократятся, а после этого могут произойти еще дополнительные сокращения на стыке У штрих и W штрих, правильно? Поэтому вот здесь вот я должен написать У штрих W штрих с чертой. Но это понятно, что такое. Здесь у нас сокращение происходит только вот на этом стыке, сколько-то их может произойти, правильно? Ну и здесь совершенно аналогично опять же таки, если я У умножаю на В на W, то у нас сначала сократятся Ку и Ку в минус первой, затем, когда мы вот эти вот слова уже будем приписывать, сократятся П и П в минус первой и может и останется у штрих W штрих, который после этого надо сокращать. то есть в любом случае получится то же самое. И вот теперь у нас ассоциативность доказана. Это еще не конец доказательства теоремы. Мы пока не доказали, что это свободная группа, но мы хотя бы доказали, что это группа. Дальше проще. Для того, чтобы доказать, что это свободная группа, нам нужно предъявить этот гомоморфизм. На самом деле понятно, что это такое, как этот гомоморфизм устроен. Давайте мы сразу для любых произвольных элементов произвольной группы G и для любого элемента вот давайте я так напишу, для любого элемента нашей группы Fn, который выглядит как, ну вот здесь нам придется опять же таки формализм навести, F и первая в степени альфа первая, F и вторая в степени альфа вторая, F и катая в степени альфа катая. Вот такое слово у нас есть, ну все альфы это плюс-минус единицы, да, давайте мы назовем, обозначим через W от G1 и так далее Gn, просто то, что получится, если я здесь все буковки F заменю на G, G1 в альфа первой и так далее G и катая в альфа катая что у нас получится? У нас получится какой-то элемент группы G ну и теперь определим вот если у нас задана группа G и заданы G1 и так далее Gn определим гамоморфизм точнее пока что определим отображение которое каждому слову сопоставляет вот ровно вот это вот дело W от G1 и так далее Gn тогда естественно F от F и этого равно G и тому просто по определению правильно и естественно что F это гамоморфизм ну действительно давайте проверять давайте мы осознаем почему это гамоморфизм вот если мы взяли два слова W1 и W2 и перемножив их получили какое-то слово W то что будет если я W1 от наших элементов умножим на W2 от наших элементов это уже два элемента группы G правильно ну у нас мы просто запишем эти произведения подряд ну и после этого если в наших словах на стыке происходили какие-то сокращения F с F в минус первой правильно то вот в этом нашем формальном выражении будет сокращение G с G в минус первой правильно такие сокращения мы тоже можем сделать они значения вот этого группового элемента не меняют поэтому действительно мы получим в результате после этих сокращений тот же самый элемент W от G1 то есть мы предъявили гомоморфизм удовлетворяющий нашим свойствам и значит построенная группа действительно свободна вот давайте сразу поймем что мы с вами на самом деле доказали в частности да вот мы доказали что наша операция ассоциативна правильно это означает что в каком бы порядке мы не производили наши операции между кучей слов все равно получится одно и то же правда из этого следует вот что что из любого слова в алфавите X сокращениями получается единственное несократимое слово как бы мы наши сокращения не производили в результате все равно получится одно и то же несократимое слово почему это так вот если мы возьмем любое слово в алфавите X это мы можем воспринять его как элемент нашей свободной группы как произведение вот этих вот букв правильно ну и он и это просто какой-то элемент нашей свободной группы правильно то есть какое-то несократимое слово вот оно всегда и получится потому что произведение вот этих вот сокращений это по сути дела означает что мы перемножаем противоположные буквы стоящие рядом правильно результат операции не зависит от порядка этих сокращений поэтому это слово всегда у нас и получится так что-то я еще хотел сказать и таким образом мы с вами построили свободную группу еще раз повторяю что просто для удобства мы с вами говорили что свободных образующих у нас конечное число на самом деле все те же самые рассуждения работают и для любой для любой мощности множества порождающих давайте двигаться дальше еще одно полезное утверждение мы с вами построили свободную группу n свободными образующими но как-то не очень понятно а может быть их много есть разных правильно мы построили одну из них может быть есть еще другие на самом деле нет пусть f это свободная группа с ну со давайте уж я четко скажу свободными порождающими f1 и так далее fm и пусть g это тоже свободная группа со свободными порождающими g1 и так далее gn тогда ну давайте лучше fn и gn напишем тогда fn изоморф на gn более того ну существует изоморфизм который f как раз переводит g иначе говоря любые две свободные группы с одним и тем же количеством свободных порождающих изоморфны ну при этом вот изоморфны ровно в таком смысле что свободные порождающие переходят при изоморфизме свободные порождающие другой доказательство на самом деле очень простое это просто ну стандартное свойство подобного универсального свойства давайте смотреть поскольку fn свободная группа мы с вами знаем что существует гомоморфизм φ из fn из fn в gn такой что φ от f равно же и тому при каждом и f и т свободное порождающее они по универсальному свойству умеют переходить в любые элементы любой группы в частности в поскольку gn это свободная группа у нас существует гомоморфизм psi уже в обратную сторону такой который g и т свободное порождающее переводит в f и т что это такое композиция этих двух гомоморфизмов это уже будет гомоморфизм из gn в gn это гомоморфизм который более того переводит g и т сначала в f и т а потом обратно в g и т переводит наши порождающие свободные в себя но это значит что эта композиция раз она тождественно действует на образующих то она тождественно действует на всей группе на любом произведении их и их обратно то есть эта композиция это тождественный гомоморфизм на gn аналогично композиция в обратном порядке это тождественный автоморфизм до fn ну а значит что psi это фи в минус п таким образом и фи и пси это требуемые изоморфизмы правильно изоморфизм из fn в gn и обратно переводящий образующий в образующий можно сказать что просто фи требуемый изоморфизм раз у него есть обратный то он изоморфизм ну таким образом свободная группа одна с точностью до изоморфизма вот мы предъявили ее описание существуют и другие описания вот давайте я в качестве примера скажу в качестве тривиального примера скажу что свободная группа с одной образующей изоморфно как вы думаете чему ну конечно z правильно это группа порожденная одним элементом то есть циклическая правильно ну и естественно из циклических групп в качестве свободной нам нужно отобрать именно z f и t ну изоморфизм выглядит очень просто f и t и и f f f f f n f давайте у которого есть много обобщений. Вы глядите, почему я точно могу сказать, что при n больше или равном 2, fn неабелева. Мы с вами знаем, что существуют неабелевые группы. Отсюда это уже следует. Существует группа g, содержащая какие-то элементы g1, g2, такие, что g1, g2 не равно g2, g1. Правильно? Тогда по универсальному свойству существует гомоморфизм из fn-го g, который f и t переводят в g. Правильно? Но раз вот эти два товарища разные элементы, в них должны переходить разные элементы свободной группы. Правильно? Значит, f1, f2 не равно f2, f1. Любое такое свойство, будь то абелевость, будь то еще какое-то соотношение между элементами, если, вот еще раз повторяю, еще раз возвращаюсь к этому вопросу, если оно выполняется в fn, то оно выполняется в любой n-порожденной группе вообще. В качестве упражнения непростого, сразу хочу сказать, но желающие могут, например, понять, что группу f2 мы тоже можем реализовать любопытным способом. это будет изоморфно-подгруппе, порожденной следующими двумя элементами. Ну, скажем, в группе, давайте я напишу gL2, значит, в группе gL2 от, ну, пусть будет q, для большей привычности, от x. x, ой, извините, здесь тоже, конечно, x. x это переменная, q от x это множество, это поле рациональных функций от x. и вот над этим полем мы берем две вот таких вот матрицы. Ну, кстати, они лежат в SL2, поэтому мы можем сказать, что здесь тоже написано SL2. Правильно. Вот, оказывается, две таких матрицы порождают свободную группу, они могут служить свободными, образующими свободные группы на двух элементах. Так что свободная группа допускает много разных определений, ну, есть много разных реализаций, но, как мы только что сказали, все они изоморны. Вот какое замечание я забыл сказать, но давайте я его скажу сейчас. Вот у нас в доказательстве появилось вот такое вот обозначение, правильно, для слова W из Fn, для элементов G1 и так далее, Gn из G, мы определили, что такое W от G1 и так далее, Gn. Так вот, оно называется вполне естественно значением слова W на элементах G1 и так далее, Gn. Итак, свободную группу мы с вами определили. могу определить следующее понятие, которое нам очень сильно поможет, но давайте я все-таки перед этим скажу еще пару замечаний. Что остается за рамками наших лекций, чего я сейчас доказывать не буду. у свободной группы есть много интересных свойств, на которые сейчас мы, к сожалению, не сможем тратить время. Давайте я приведу два подобных свойства. Вот замечание, раз без доказательства. Во-первых, есть замечательная теорема Нильсена-Шрайера, которая говорит, что любая подгруппа свободной группы также свободна. если вы возьмете подгруппу свободной группы произвольную, то она тоже окажется свободной группой с несколькими свободными образующими. Вот. Дополнение к этой теореме. Вот мы с вами давно привыкли, граждане, что, ну вот скажем, подпространство нмерного пространства имеет размерность не больше, чем n. Правильно? Вот. Аналога этого для свободных групп уже нет. У этой подгруппы свободных образующих может оказаться гораздо больше, чем у исходной свободной группы. Замечание второе. У этой подгруппы может быть гораздо больше свободных образующих. В частности, даже если у нас есть группа свободная с конечным набором образующих, в частности, у подгруппы может быть бесконечным. И вот давайте я приведу конкретный пример без доказательства, естественно. Если мы возьмем свободную группу с двумя свободными образующими a и b, то в ней есть вот такая вот подгруппа, порожденная элементами a, b, a, a, b в квадрат, a, a, b в кубе a и так далее. В качестве самостоятельного упражнения я предлагаю сказать, я предлагаю всем желающим доказать, что h это свободная группа с бесконечным количеством свободных образующих, а именно вот именно этими образующими. Ну что ж, дальше, зачем нам свободные группы нужны для того, чтобы определить уже любую группу, мы поговорим в следующий раз, а на сегодня все, если есть вопросы, разумеется, задавайте. Спасибо.